МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы – компания Суперокна. В создании особого уюта и комфорта в реализации мечты о теплой, светлой квартире, защищенной от излишнего шума, вам поможет зарекомендовавшая себя на региональном рынке компания Суперокна. Пластиковые окна оригинального профиля Винтек и Рехау, межкомнатные стальные двери, стеновые панели, ламинат и многое другое предлагаются с гарантией качества и рассрочкой платежа. Быстро, качественно, профессионально работ выполняют высококлассные специалисты. Компания Суперокна с заботой о вашем доме. Саянск, микрорайон Южный, 139 СОМ, телефон 839-53-728-27-728-26. Реформа в сфере жилищной политики довольно быстрыми темпами и принципиально меняет подход собственников к ведению хозяйствования и к содержанию жилого дома. И в первую очередь в сегодняшнее время не терпит пассивности. По всем многоквартирным домам города проводятся или уже проведены собрания, ибо в соответствии с законодательством происходит смена формы управления жилым домом. Раньше было непосредственное управление, теперь управление управляющей компанией. Соответственно, это предполагает, во-первых, выбор управляющей компании, с которой необходимо определиться до 1 апреля, и заключение с ней договора управления многоквартирным домом, который является важным документом, регулирующим отношения собственников с управляющей компанией. От грамотно составленного договора управления зависит дальнейшая судьба многоквартирного дома, так как именно он регулирует перечень услуг и порядок проведения работ по содержанию дома в надлежащем состоянии. По моему мнению, договор, вот сейчас в связи с новой формой управления, это такой основной и базовый документ, где прописываются все правила, условия, порядок взаимодействия между собственником и управляющим компанией. Поэтому, как собственник, как совет многоквартирного дома отнесется к этому процессу, мероприятию, такое и будет дальнейшее качество оказания услуг. Понятно, что не только зависит от договора, еще очень многое зависит от управляющей компании, как она относится непосредственно к выполнению своих обязанностей, своих функций. Но очень часто бывает, что люди начинают высказывать свои недовольства уже после заключения договора, или абсолютно относятся пассивно к этому процессу, не знают свои права, не знают свои обязанности. И результат всего этого – это крик, конфликтные ситуации с управляющей компанией. Хотя этого всего можно было бы избежать, если бы люди хотя бы принимали какое-то участие в заключении данных договоров. Структура договора управления может быть различной, однако при составлении документа необходимо учитывать несколько основных аспектов и положений. А в договоре управления многоквартирным домом должно быть обязательно указаны состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома, перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация. Третье, что необходимо обязательно указывать в таком договоре, это порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт живого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок несения такой платы. Также должен быть указан порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организации и ее обязательств согласно договору. Структура договора управления может быть различной, однако следует учесть несколько важных аспектов, например, перечень нормативных документов. Чтобы любой собственник, когда будет знакомиться с этим договором, мог четко посмотреть, какая нормативная база у нас есть в сфере жилищных отношений, и при необходимости открыть ее и прочитать. Предметы цель договора. В этом разделе четко определяется цель и задачи данного договора. Третий раздел – права и обязанности сторон. Как и в любом договоре, у нас есть две стороны. Я уже вначале говорил, первая сторона – это управляющая организация, вторая сторона – это собственники помещения многоквартирного дома. Так вот, в третьем разделе четко расписываются права и обязанности сторон. Четвертый раздел – порядок внесения и определения размера платы. Что же здесь мы видим? Здесь у нас обязательно должна быть указана структура платы за жилищные и коммунальные услуги, порядок согласования тарифов за жилищные услуги, порядок и сроки оплаты за коммунальные и жилищные услуги. Пятый раздел – это цена договора. В данном разделе четко определяется структура цены договора и перечень работ и услуг, за которые взимается плата. Это очень важно. Отдельным разделом, отмечает собеседник, стоит выделить контроль за деятельностью управляющей компании, порядок взаимодействия между организацией и собственником в сфере контроля за объемом и качеством предоставляемых услуг. Также должен быть определен срок действия договора и порядок его прогрения. Он может быть заключен не менее чем на один год и не более чем на пять лет. В этом вопросе мнения жильцов и руководителей управляющих компаний разделяются. В настоящий момент многие собственники помещения склоняются, чтобы договор был заключен между собственниками и управляющими компаниями на один год. Почему на один год? Здесь есть несколько причин. Во-первых, в городе Саянске впервые работает такая форма управления, как управление многоквартирным домом, и хотели бы, собственники, посмотреть, как будет эта форма осуществляться, какие будут ее плюсы и минусы. И вторая, наверное, причина – это изменение в законодательстве. Оно еще будет. Оно вообще происходит каждый год, но и в этом году оно будет осуществляться. И, наверное, третья причина, которую необходимо отметить – это еще до конца не урегулированные отношения между управляющей компанией, собственниками и ресурсоснабжающими организациями, что также для данного договора имеет очень важное значение. Однако, простите, есть ли резон ответственной за дом компании вкладывать в него немалые силы и средства, если через год собственники могут сделать ручкой? Думается, гораздо эффективнее заключать договоры управления на более длительный срок. Тогда и работы будут результативнее. В договоре можно, конечно, очень много написать. Правильно было сказано, что их и не выполнять. Мы просматривали те вопросы, функции, которые первоначально можно выполнить. Минус одного года договор, который заключаем. Почему? Потому что управляющая компания, особенно когда берет дополнительные дома, первые дома, да, множество, она старается все равно как бы вложить. И затрат обычно больше получается, чем фактически у нас тариф, который мы принимаем. Будет ли дом этот многоквартирный на следующий год с нами заключать договор? Потому что, да, в принципе, когда все может быть выполнено, может быть, когда большой дом может и решить вопрос открыть свое товарищество собственников жилья. То есть, скажут, все функции у нас, все многоквартирные, дом у нас подготовлен. То есть, можно отойти от управляющей компании. Поэтому здесь, наверное, есть минусы, есть плюсы. Также в каждом доме необходимо проведение собрания собственников жилья, на которых должны быть согласованы тарифы на текущее обслуживание и ремонт. Очень часто нам собственники задают вопросы. Почему я плачу столько-то или столько-то, или 20 рублей, или 15 рублей управляющей компании? Еще раз хочу всем напомнить, что согласно ЖК РФ, Тарифы на текущее обслуживание и ремонт, подчеркну это, а именно на жилищные услуги согласовываются между собственниками и управляющей компанией. Какие вы тарифы согласуете, такие у вас тарифы и будут. Дальше, что необходимо еще в свете новой формы управления, это порядок оплаты общедомовых нужд. Здесь есть два варианта. Возможно пойти по старому варианту, когда общедомовые нужды разбрасываются на собственника, пропорционально собственности его, или за них будет отвечать управляющая компания, если они будут выше норматива. Но здесь вопрос такой неоднозначный, ведь мы иногда видим в наших домах, что иногда общедомовые нужды к нам идут с плюсом, иногда с минусом. Вот если говорить о примере пятого микрорайона, и многие люди спрашивают, почему мы так поступили, то мы остановились пока на первом варианте, что мы общедомовые нужды оплачиваем по старой схеме, оплачивает собственник, но управляющая компания разрабатывает перечень мероприятий по снижению этих общедомовых нужд. А дальше будем смотреть на следующий год. Также на собрании необходимо определить порядок взаимодействия с ресурсно-снабжающими организациями. Следующим этапом станет согласование проекта, договора управления. Под задачей здесь председателей советов не просто посмотреть этот договор с Машей или с Мишей пообщаться, а постараться, чтобы большее количество собственников ознакомилось с этим договором, внесло свои какие-то определенные предложения или задавали вопросы. После ознакомления житель имеет право или расписаться, или опять, я считаю, собраться с управляющей компанией, обсудить спорные моменты. И, в принципе, есть юридические инструменты, которые позволяют этот изменить договор, например, подготовить протокол разногласий. Здесь, наверное, рационально подойти надо к заключению договора, принимать, считаю, компромиссные решения, посмотреть главное, что на сегодня нужно, вот в сегодняшний момент. Вот, например, мы задали такой вопрос управляющей компании, считаем это очень важный вопрос, что сейчас в новом договоре управления прописано, что собственники обязаны платить за жилищные и коммунальные услуги до 10 числа. Да, это соответствует требованиям жилищного кодекса. Там также прописано, что собственник должен вносить плату до 10 числа. Но есть, будем говорить, такие местные нормы. Мы уже много лет в Саянске оплату за жилищные и коммунальные услуги вносим до 25 числа. Управляющая организация – исполнительный орган, который должен решать все возникающие проблемы и обеспечивать нормальную жизнь всех обитателей многоквартирного дома. Следует отметить, что если договор управления не подписан собственником, его нельзя считать заключенным. Для того, чтобы считать деятельность управляющей компании в отношении вашего дома легитимной, необходимо более 50% подписанных обеими сторонами договоров. После подписания у каждой стороны должен оставаться свой экземпляр договора. Собственникам не следует допускать, что подписанный документ имелся только в управляющей компании. Также стоит отметить, что с 1 мая 2015 года предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами будет осуществляться только на основании лицензии. Одним из основных требований является наличие у руководителя управляющей организации, соискателя лицензии, квалификационного аттестата. Сегодня руководители управляющей компании Саенска сдают квалификационный экзамен на знание жилищного законодательства и получают соответствующие аттестаты. Так, свою квалификацию уже подтвердили специалисты управляющей компании «Уют». Спонсор программы – компания «Радуга Света». Стильным решением для вашего интерьера станет красивое предложение от компании «Радуга Света». Подвесные люстры, в том числе галогеновые, бра и торшеры, выполненные в различных цветовых решениях и стилях от классики до модерна и хай-тек, подарят вашему дому неповторимый уют и комфорт. Также в ассортименте широкий выбор жалюзей. Для удобства покупателей предлагается безналичный расчет, банковский кредит. Отдел «Радуга Света» расположен по адресу микрорайон «Центральный» торговый комплекс «Арена». Время работы с 9 утра до 21 вечера. Выбрать идеальную люстру для вашего интерьера помогут опытные консультанты. «Радуга Света». Живите ярко вместе с нами.